Доброе утро, друзья! Доброе утро, Валентин, поздравляем вас, поздравляем с днем рождения, поздравляем Олю с тем, что вы говорила. Вы говорила, да, то есть, в принципе, меня сегодня не должны оштрафовать. Это можно посвятить даже, ну, если ты будешь себя хорошо вести. Валентин, как долго вы влились в встроенные ряды патрульно-постовой службы? Ну, вы знаете, на самом деле я совсем недавно в рядах милиции, всего лишь третий год работаю, так что можно сказать, а в этом деле еще не новичок. А вот смотрите, как вообще попадают, давайте разберемся, патрульно-постовой службы, заканчивают среднюю школу и что дальше? Ну, не обязательно это должна быть средняя школа, это может быть какое-то среднеспециальное учреждение, техникум. Вот, человек собирает все необходимые документы, проходит медкомиссию и поступает на службу в учебный центр МВД. Сейчас это уже центр повышения квалификации руководящих кадровых сотрудников. Вот, сейчас он проходит шестимесячную подготовку, где его учат всей базе нормативной. Ну, вот а что там делают? Какие-то сдают кроссы, бегают, теорию? Да, конечно, там теорию сдают, естественно, физическую подготовку. Теория, это, я так понимаю, знание законов, да, или какие-то еще? Знание законов, статей, разных нормативно-правовых актов. То есть, вся база, которую должен знать сотрудник, идущий работать в милицию, конечно, ее там преподают, ее плотно изучают. Вот расскажите, а чем вообще, у меня главный вопрос, да, чем отличается сотрудник патрульно-постовой службы милиции от всей остальной милиции, да, и чем занимается патрульно-постовая служба? Ну, конечно, сотрудник патрульно-постовой службы, основная его задача, это охрана общественного порядка на улицах нашего города. Ежедневно мы заступаем на службу, несем службу двумя вариантами, это как пешими нарядами, так и на автопатрулях. То есть, права обязательно нужно иметь, поступают, сдавать на права, да? Ну, или вы сможете пешком дежурить? Нет, а пешком, пешком? Нет, это специально, как бы, это отдельная должность, милиционер-водитель. А, да? Зимой ты спросила? А зимой что? А что зимой? Холодно? Холодно зимой. Это же мужчина, какое холодно? Да, мы ходим зимой. Да, то есть, в любое время дня и ночи, и в любую погоду мы. Хорошо, а как вы вообще сохраняете здоровье на улице, зима, лето, осень? Причем, такие достаточно большие физические нагрузки, ну, вот, ходить целый день. Постоянное занятие спортом все-таки, держать себя в физической подготовке. У вас, в общем, в контракте, как у моделей прописано, значит, там у телеведущих не толстеть, да, там, держать себя в физической форме. Есть такое? Да, и, конечно, в контракте надо, чтобы ты себя всегда поддерживал в строю, то есть, ну, был на пять с плюсом, можно так сказать. То есть, себя в строю и других тогда можешь в строю? Ну, и других поддерживать, конечно, да. Валентин, скажите, вот есть какой-то, да, у вас целая система обучения тому, как общаться с людьми, скажем так, может быть, не с нарушителями, да, но с людьми, которые пытаются как-то нарушить порядок, вот чтобы не спровоцировать дополнительный конфликт, в чем секрет? То есть, как ответить человеку, который говорит, эй, ты, так, вот, вежливо? Эй, ты, что, такая дерзкая? Да. Ну, вы знаете, тут, как правило, такой системы нету, потому что в каждой ситуации приходится действовать индивидуально, каждому нужен свой подход. Конечно, сотрудник милиции должен всегда вежливо и приветливо общаться с гражданами, ну, неважно, с каким слоем населения. Хорошо, если вот назревает, например, конфликтная ситуация, вы понимаете, да, что люди себя ведут неадекватно, вот как все-таки пообщаться, да, может быть, это пригодится тем бдительным гражданам, которые сами могут где-то проследить за порядком? Ну, если все-таки назревает конфликт, надо всегда стараться где-то как-то уйти, наверное, от этого конфликта и, конечно же, действовать в рамках закона. То есть, закон у нас писан для всех один, вот, и если все-таки человек начинает вести себя неадекватно, мы принимаем строгие меры. Строгие меры это какие-то? Пресечения, нет, нет, не плеть, не плеть, вот, мы предлагаем сначала пройти с нами, вот, далее мы можем доставить человека в общественные пункты охраны правопорядка, где могут быть на них. А вот мы видим, да, на кадрах? Ну, да, да, вот его как раз сейчас. Звездный час одного из граждан, да. Это его пригласили пройти? Да, пройти с нами. Среди этого нет, так сказать. Хорошо, скажите, вот какие-то вот традиции, может, вообще в каждой профессии есть свои там традиции, приметы, у вас есть какие-то приметы? Да, да, у нас, как и в разных других коллективах профессии, есть свои обычаи и традиции, которые мы чтим, соблюдаем, потому что рота патрульно-постовой службы, это не просто рота какая-то, это не просто срывы подразделений, это семья, прежде всего семья, в которую ты приходишь, тебя всегда поддержат, тебе всегда помогут, протянуть руку помощи какой-то. Ну, опять же, если в трудную минуту тебе нужна помощь, тебе плохо, тебя всегда поддержат. Хорошо, а какие вот конкретно традиции? Вот, может быть, какой-то вот у вас есть фишечки свои? На смещение ты имеешь в виду, да, какой-то? Нет, ну почему? Вот смотри, вот у тебя сценарий упадет, ты что сделаешь, ты не сядешь, а другой ведущий сядет, потому что суеверный. А вот у вас есть такое? Нет, как правило, в приметы мы не верим, суеверие это, ну, не по нашей части. Это закон. Да. Все, я иду в патрульно-постовую службу, это мое, четкие люди, да, никаких суеверений. Так, Евгений, вот пока отказываешься садиться на сценарий, присаживаться, если роняешь его, вот, иди по самому службу. Валентина, скажите, вот, а как вы приняли решение пойти в патрульно-постовую службу? Это, может быть, традиция у вас в семье какая-то есть? Или вы первый стали начинателем? Нет, я далеко не первый, это все-таки, наверное, была моя детская мечта, так как мой отец раньше работал в милиции, был офицером, вот, и глядя на него, я хотел всегда быть таким же, как он, носить форму, вот, ну, это, наверное, с детства стало такое мечтой. Продолжили такие? Да, вот, ну, к сожалению, отец уже сейчас давно уже не работает, вот, но работаю я, продолжаю его дело. Есть человек, который, да, взял на себя вот эту вот важную роль. А скажите, какие вот, чаще всего, с какими проблемами вы сталкиваетесь на работе? Ну, я имею в виду, кто, как чаще всего нарушают закон, вот с чем вам приходится бороться? Ну, самое распространенное, наверное, это все-таки распитие спиртных напитков в общественных местах, в местах запрещенных для этого. Ну, и мелкое хулиганство, то есть курение в общественных местах, где запрещено курение. Вот, ну, и мелкое хулиганство, я еще раз повторюсь, это выражение нецензурной брани в общественном месте, оскорбительное приставание гражданам, то есть, ну, вот это самые такие распространенные статьи. В общем, уважаемые друзья, давайте, да, те, кто сегодня планировал нарушать как-то порядок, давайте сегодня не нарушать, потому что сегодня у патрульно-постовой службы белорусской милиции день рождения, исполняется 95 лет со дня основания, по этому поводу к нам заглянул наш утренний гость, милиционер 2-го отделения 2-го взвода 6-й роты полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мингородсполкома Валентин Есимчик. Спасибо большое еще раз. Спасибо большое, с праздником, привет всем коллегам, наша программа присоединяется к вашему празднику и дай бог вот каких-то мирных, спокойных будней.